МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники экстренных служб и сил правопорядка прибыли в университетскую клинику в берлинском районе Штеглиц после сообщения о стрельбе. По данным полиции, около 13 часов по местному времени пациент клиники несколькими выстрелами убил врача, а затем покончил с собой. Первые данные о том, что случилось в больничном кампусе имени Бенджамина Франклина, принадлежащем известной клинике Шарите, привел представитель полиции Берлина Винфрид Венцель. На данный момент речь идет о двух жертвах. Это врач, который был доставлен в реанимацию, но спасти его не удалось. Похоже, что он оказывал помощь пациенту, когда тот достал оружие и произвел несколько выстрелов. Сразу после этого стрелок навел оружие на себя и застрелился. После сигналов о выстрелах полицейские велели сотрудникам клиники оставаться в помещениях и запереть все двери. На место прибыли специалисты по борьбе с терроризмом. Главное здание больницы было эвакуировано, подъезды к нему блокированы. Подробными данными о нападавшем полиция пока не располагает. Определенно могу сказать, что это был мужчина, но пока ничего не известно о его биографии, личности или мотивах. Дело ведет подразделение по расследованию убийств. У нас нет абсолютно никаких указаний на то, что это деяние совершено по экстремистским или исламистским мотивам. В стрельбе в Штеглице предшествовали четыре трагических инцидента в разных городах Германии, главным образом в Баварии. С 18 июля в результате серии нападений погибли 10 человек и несколько десятков получили ранения. Один человек, священник местной церкви, погиб и еще один тяжело ранен во время захвата заложников в городе Сент-Этьен-Дюрувре на севере Франции. Там двое вооруженных ножами мужчин захватили двоих прихожан, двух монахинь и пастора. По предварительным данным, священнику захватчики перерезали горло. Сообщение о захвате людей в церкви поступило около 10 часов утра по местному времени. Операция по освобождению заложников прошла очень быстро. Менее чем через час полиция заявила, что обоих нападавших удалось обезвредить. В какой-то момент захватившие заложников преступники вышли из церкви и нам удалось их нейтрализовать. Они были убиты полицейскими. Силы правопорядка до сих пор блокируют район в старой части города, где произошел инцидент. Местность прочесывают бригады быстрого реагирования. Они проверяют, не оставили ли захватчики в церкви взрывчатку. Власти также опасаются, что количество жертв может возрасти. Когда полицейские смогли попасть внутрь церкви, то обнаружили убитого священника. Еще один человек был тяжело ранен. Он находится между жизнью и смертью. Его сразу же увезли в больницу. Ответственность за нападение взяло на себя исламское государство. В город прибыли министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв и президент страны Франсуа Алланд. Мы снова столкнулись с террористической группировкой исламское государство, которое, по сути, объявило нам тотальную войну. И мы должны вести эту войну всеми средствами, по всем фронтам. В Ватикане отметили, что понтифик чувствует боль и ужас от этой бессмысленной жестокости и осаждает любую форму проявления ненависти. Особенный ужас в том, что это произошло в церкви, в священном месте, где провозглашается Божья любовь. Ужасно, что жертвой стал пожилой человек, священник. Все мы думаем о церкви, как о безопасном месте и месте Божьей любви. Но, очевидно, это совсем не так. Во Франции за последнее время произошло несколько крупных нападений. 14 июля грузовик в Ницце въехал в толпу людей, смотревших на фейерверки. В результате погибли 84 человека. В ноябре прошлого года было совершено нападение в Париже, ответственность за которое тоже взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». В Сомали смертник напал на базу миротворцев. Погибли как минимум 13 человек. 9 из них были миротворцами ООН, остальные — гражданские лица. В агентстве Reuters сообщают, что взрыв произошел рядом с миротворческой базой Африканского союза, в столице Сомали. По данным местной полиции, там взорвался заминированный автомобиль. Бомбу привел в действие террорист-смертник. В то же время местные СМИ сообщают, что на самом деле было два взрыва, а не один. Первая машина взорвалась возле въезда на базу миротворцев ООН, а вторая — рядом с КПП сомалийских войск. Ответственность за нападение на себя взяла радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб». Она известна тем, что ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Начиная с 2006 года, ее боевики совершают регулярные террористические атаки с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Иммиграция и интеграция — главные проблемы Германии. Так считают 83% немцев. Это результаты опроса крупнейшей исследовательской компании страны JFK. В исследовании участвовали более 2000 немцев старше 14 лет. Для сравнения, в прошлом году беженцев опасались лишь 35% опрошенных. Таким образом, с начала миграционного кризиса просители убежища стали беспокоить в 2,5 раза больше жителей ФРГ. При этом каждый седьмой респондент сказал, что хотел бы, чтобы беженцы быстрее интегрировались в немецкое общество. А каждый пятый житель Германии вообще выступает против какой-либо дальнейшей иммиграции. Второй проблемой, которая волнует немцев, оказалась безработица. Но она заботит жителей ФРГ даже меньше, чем обычно. Потерять работу опасаются 13% участников опроса. Это наименьший показатель за последние 20 лет. Третьи и четвертые насущными проблемами граждане ФРГ считают бедность и преступность. На пятом месте оказались проблемы внутренней политики. Параллельно похожие опросы компания JFK провела и в других странах Европы. Инфляция и безработица – вот что больше всего волнует преобладающее количество европейцев. Но, как и в Германии, в Австрии, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании, одной из самых серьезных считают проблему беженцев. После недавних атак в Германии немецкие власти хотят пересмотреть концепцию нацбезопасности и создать силы быстрого реагирования. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Главная цель – усилить полицейские отряды, которые первыми должны реагировать на любые чрезвычайные ситуации. Для этого профильные ведомства планируют создать дополнительные отряды резервистов. Туда будут набирать волонтеров из рядов военных или людей, которые учились на полицейских, но не работают по специальности. Набранные силовики, прежде чем приступить к работе, должны будут пройти специальный курс подготовки. В качестве примера министры рассматривают Нацгвардию США, службу резервистов Франции или Армейский резерв Великобритании. Эти отряды призваны максимально оперативно реагировать на различные непредвиденные ситуации. От массовых беспорядков и стихийных бедствий до различного рода вооруженных конфликтов, как внутри страны, так и за рубежом. Напомним, ранее немецкие власти предупредили граждан о повышенной угрозе нападений и терактов. Активная фаза американско-украинских военных учений C-BRIS-2016 стартовала в Одесской и Николаевской областях. В маневрах также принимают участие представители Румынии, Турции, Болгарии и Испании. В программе учений – боевое морское и воздушное десантирование, тренировка артиллерии для обеспечения противодесантной обороны, преодоление водных препятствий с привлечением инженерных подразделений и воздушное прикрытие высадки морской пехоты. Также в ходе маневров будут отрабатывать поиск подводной лодки условного противника в Черном море. Сценарий учений – операции по поддержанию мира в опасном регионе, ведущиеся под командованием многонационального штаба. На открытии активной фазы представители Украинского Минобороны и Американского командования заявили, что «Сибриз-2016» – это способ усилить взаимную совместимость между военными НАТО и странными партнерами Альянса. С американской стороны в учениях принимают участие 400 военных, эсминец «Росс» и десантный корабль «Уитни Айланд». Маневры «Сибриз» проводятся ежегодно с 1997 года. В этот раз они продлятся до 30 июля. Добро пожаловать в Соединенные Штаты. Игроки футбольного клуба «Бавария» прилетели в Чикаго, чтобы принять участие в Международном Кубке Чемпионов. В аэропорту спортсмена встречали местные поклонники. Уже завтра мюнхенцы сыграют с итальянцами из Милана в рамках товарищеского клубного турнира. Это первое подобное соревнование, которое «Бавария» проведет под руководством нового наставника клуба – итальянца Карло Анчелотти. Руководство команды говорит, что Соединенные Штаты являются важным рынком для европейского футбола с маркетинговой точки зрения. Хотя этот вид спорта среди американцев только набирает популярности, у США есть хороший потенциал. «Без преувеличения, мы самый известный клуб Германии и один из лучших в Европе. И нам очень важно хорошо показать себя здесь, представлять футбольный мир для американцев». В рамках Международного Кубка Чемпионов следующий матч 30 июля «Бавария» сыграет с итальянским интернационале в городе Шарлотт. Следующая игра состоится 3 августа. А вот в Европе новый футбольный сезон «Бавария» откроет 14 августа. Матчем за Суперкубок Германии против Дорнмундской Белоруссии. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова